Бои за Маринку с разной интенсивностью длятся уже более восьми лет. За все это время город так ни разу и не был под контролем россиян. И вот на днях в Минубийство РФ заявили, что Маринка взята, а в качестве доказательства представили вот это фото. Однако до крайнего дома города, как было заявлено рашистами, с этих позиций еще достаточно далеко. Но, как и ожидалось, информация оказалась фейком. Министерство обороны РФ всегда отличалось слишком позитивными и лживыми заявлениями. Они уже уничтожили столько самолетов и ПВО, что, наверное, в Европе столько нет. Так же и с Маринкой. Там продолжаются бои, как и много лет до этого. Враг не взял Маринку, как он заявляет. Там продолжаются тяжелые и кровопролитные бои. Что же на самом деле происходит в Маринке? Или, вернее сказать, на той территории, где раньше был этот город? 98% построек разрушены российской артиллерией. Гражданских там больше нет. Многие погибли, остальные уехали. А вот украинских военных, несмотря на все старания, выбить так и не получилось. Фактически за 12 месяцев масштабных боевых действий в районе этого населенного пункта фактически российская армия смогла продвинуться вперед примерно на полтора километра. Но, тем не менее, еще несколько десятков домов в западных микрорайонах этого населенного пункта продолжают оставаться под контролем украинских сил обороны. Уничтожив ни одно подразделение об украинскую оборону в Маринке, расисты сконцентрировали там огромные силы. Но и атакуя город сразу с трех направлений, добиться ожидаемых успехов так и не смогли. Окупанты пытались опять применить тактику так называемых локальных котлов, то есть это удары по фланам со стороны населенного пункта Победа. Целью было создание предпосылок для оперативного окружения украинских войск, сосредоточенных в районе Маринке. На данный момент ни оперативного окружения, ни соответственно полного контроля над населенным пунктом нет. По данным британской разведки, россияне контролируют большую часть Маринки. Но и по их информации город не находится под полным контролем россиян. При этом аналитики отмечают, что за такой сомнительный успех оккупантам пришлось поплатиться колоссальными потерями. С вооруженными силами Украины утилизировалось не только подразделение местных коллаборантов, а так называемого Первого Америкского корпуса, но и соответственно подразделение регулярных войск вооруженных сил российской федерации. Часть подразделений фактически утратила боеспособности, выведенные на эту комплектацию. Чтобы добиться хоть какого-то успеха, руководство российской армии постоянно меняет подразделения, штурмующие Маринку. При этом главной силой по проверенной вагнеровской традиции опять стали заключенные. Сейчас там со стороны российской армии действует сборная солянка. Штурмовые действия непосредственно в этих мероприятиях задействованы подразделения штурм-зет, состоящие в основном из бывших российских ЗК. Однако даже заваливая телами остатки украинского города, продвижение крайне медленное. После обострения ситуации на этом участке фронта, силам обороны были перекинуты дополнительные силы и вооружения. И вот несколько недель назад украинские десантники, которые отбивают маринское наступление, сообщили, что теперь с россиянами партии Лерии у них паритет. При этом стратегическое значение для россиян Маринка практически не несет. По информации нашего командования, главная причина таких местных штурмов – желание Путина до выборов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Продолжение следует...